всем привет сегодня поговорим о собаках я тут вот буквально вчера посмотрел ролик одного чувака он живет в москве ну там в каком-то спальном районе и вот он значит делает ролик идет по улице эту часть зимой идет по улице там по парку какого-то и в этом парке значит огороженная площадка для выгула животных вот он идет мимо этой площадке и там собака какая-то или там две собаки просто с ума сходят подбежали к это самое забору и облаивают его он идет как бы по пешеходной дорожке там далеко но метров наверно 15 от этой огорожной площадки да вот снимает ролик на камеру говорит спокойно говорит как бы собаки прямо с ума сходят его облаивают ну и чувак там тоже нервничает и потереться что такое безобразие туда-сюда и значит и комментарий такой интересный был что он говорит вот говорит это говорит на грудь был в испании да и там жизни никогда не его собака лаял на людей да а вот здесь говорит у себя дома я иду по москве да вот и вроде собака в своем там этом за кутки а бегает нет все равно и нужную меня платье до шума за собаки такие горит наряду как как люди как хозяю так собаки на ведут себя ну вот и на эту тему значит хотел как раз это вот это самое на сегодня читал какие-то статей очки и вот как раз начал читать эту статью интересная статья такая про запахи да про запахи ну вот это в принципе близко связано вот с собаками с людьми как известно человек когда чего-то резко испугался да не важно чего просто испугался него выделяется адреналин так называемый субстанция химическая такая да вот и адреналин он имеет запах оказывается да имеет запах не то что там человек это самое как начинает себя страх вести и можно это внешне увидеть а есть еще и запах адреналина ну вот мы его не чувствуем потому что оказывается оказывается у человека работает вот в результате эволюции у него работает только 10 миллионов рецепторов обонятельных я так понимаю а к примеру у собаки 200 миллионов да то есть получается в 20 раз у собаки нюх чувствительный чем у человеке потому что она не эволюционировала и соответственно не остались и древний инстинкт раньше человек когда-то мог то у него хотели понять да так вот оказывается что человек хоть и не может и не ухать адреналин но когда у него он вырабатывается внутри организм это соответственно дает команду мозгу значит или значит нападать или убегать да вот почему вот когда мы видим какие-то происходит анти ракт или еще что-то ну даже нападение какие-то ли что да да большинство людей убегают в панике убегает спрячется то есть они даже как сказать не обдуманно это все дело точить на уровне инстинктов да вот их адреналин который выделяется вот при при какой-то опасности он заставляет их убегать прятаться убегать да есть небольшое количество людей в процентах отношений гораздо меньше которые наоборот которых адреналин вызывает защит защитную реакцию да то есть человек наоборот разворачивается к опасности пытается защищаться так или сам даже нападать вот что интересно вот у меня как раз вот такая реакция да я отношусь к меньшему количеству не знаю чем это связано и можно подумать но я как бы любитель боевых единоборств бокска это восточные набор сюда вот может быть эти единоборства дают вот такую реакцию да может быть а может быть наоборот вот эта реакция редкой который как бы заставляет человека наоборот защищаться да она как раз подвигая человека на занятие вот такими единоборствами потому что я знаю что очень много людей как бы не воспринимает не воспринимает единоборство и считает это чем-то таким нехорошим, каким-то занятием неправильным, да, неправильным даже мужики многие, они притягивают смотреть футбол какой-нибудь там да, дурацкий совершенно вот, ну или там, ну в лучшем случае заниматься этим культуризмом типа как раньше называлось, ну и сейчас называется это самое мышцы качают, как называется ну и придурки, которые значит это самое, ходят в качалку накачивают мышцы живут всякие анаболики допинге, да, и типа считают себя крутыми чуваками вот, ну когда наступает какая-то опасность реальная да, они сливаются моментально да, вот а вот как раз по поводу собак да, вот я это самое, у меня была собака когда-то еще в бытность когда я в Латвии жил вот, конечно, конечно порода собаки наверное сильно влияет тоже собаки разные, бывает и вот у меня был этот боксер собака, да вот, а потом я почитал что боксеры собаки вот эти, порода собака они вообще туповаты они такие дурные собаки ну вот, овчарки допустим поумнее вот, ну то есть у них там тоже градации есть конкретные и на самом деле вот этого боксера без зашельника это же без поводка короткого на улице возить было просто опасно он бросался на прохожих, которые вот шли, допустим, я иду по тропинке какой-то в лесу, да на встрече идет человек это сто процентов собака начинала рваться в сторону него и его можно было поддержать жестко на коротком поводке, да или даже в районе, где там улица, дома, машины люди ходят, да собака более-менее расслабляется но если там проезжает какой-то велосипедист все, она зверевала и просто порвалась не то, чтобы покусать она просто кидалась на человека, да ну вот ну а про кошка говорить нечего ну я даже скажу так что когда я его водила погулять я выходил на какую-то там площадку ну там поле какое-нибудь где людей нет как бы туда-сюда, да вот ну кошаков в то время у нас много там шастла всяких диких, да и ходит, чтобы дать собаке психологически разгрузиться, да я подавил кошака там метрах там с 30-40 там где-то вдали вижу кошак вот шастлит, да ну вот я с собакой это самое снимал поводок, да и так протягивал руку в направлении вот так вот в направлении кошака и кричал ирам, кошак ирам называли этого собаку мою кошак вот он это слово знал он сразу вставал на задние лапы это уж трава была это летом если была трава высокая его не видно было а я там где-то сверху видно он вставал на задние лапы раз быстро смотрел в том направлении усматривал кошака моментально и прямо как этот самый как с ракетным двигателем только вот пыль из-под копыт у него несся на него на этого кошака ну и там я не знаю чем это кончалось вот там какие-то дикие эти самые кошачьи эти были вопли и собака убегала далеко и их не видно было потом собака возвращалась ну вроде морда не окровавлен то есть он никого не съедал но вот ну кошаков он гонял конкретно да чтобы как-то агрессиво сбросить на людей хотя бы нужно было дать ему вылететь на кошаков вот в швеции я вот я гуляю каждый день по лесу да и у нас тут это самое специальное поле огромное поле где для выгла собак там все как это там написано табличка что это где выгла собак вот все собаки гуляют без поводков и как бы ну не было такого один раз на меня собака бежала ну вот не знаю что она бежала один раз летом было года два назад даже три года назад ну вот я повернул смотрю ко мне собака хозяйка там орала там типа вернись собаки а собака что-то ко мне побежала да непонятно почему с этого поля я шел по тропинке просто шел ну она подбежала понюхала мою руку я это самое я пойму смотрел и сзади подбегает ко мне а она гавкнула металл за 10 до того подбежать ко мне она гавкнула повернулся отвернулся и так приостановился слегка но не остановился а так медене немножко и пошел ну она подбежала понюхала руку мы прямо носом прикоснулся почему как носом прикоснулась развернулся ушла все вот и все а так я хожу зачастую люди идут и ведутся вот без поводков без поводков да ну и такие собаки которые но не умеет человек и пузатые да но то ли совершенно спокойно собаки мимо проходят и внимание вообще никакого не обращают есть собаки серьезные такие бойцовские породы да ну как правило люди стараются если они видят вот я иду и бишь там метрах в 30 40 человек ведет собаку без поводка на тропинке это лесной да вот но сразу человек раз одевает поводок на всякий случай на короткий идет уже когда пора равняюсь человека навстречу вот он держит на поводке но собаки ни разу не не делали попыток напасть или что-то или как-то да вот так что вот что я хочу сказать собаки они чувствуют вот почему допустим других странах мы в части я так думаю в россии давно в россии не знаю но скорее по всему судя по ролику про видел собаки более агрессивные чем швеции к примеру да ты в дании тоже такие собаки в дании жил видел смотрел очень спокойные собаки и швец я тут наблюдая полно потому что я вот гуляю в этом районе очень много собак выгуливают очень спокойные собаки и от актер за сниму несколько раз я ходил как тут все ума не хватило заснять вот есть такая функция что люди я даже на такую работу хотел как писаться когда искал работу по несколько лет назад собаководом быть ну то есть у людей тут у многих собаки и они работают и чтобы их выгуливать и нанимается человеку собирает собак и вот идут идет это собака вот мы там 6 7 8 собак они как право группами ходят два или три человека в одной руке в другой руке и прямо грозди собак причем разные разноплановые маленькие большие всякие всякие собаки очень всемирные тут ни на кого не бросается вообще не лают не дергают в разные стороны все идут конкретно посадь кому-то посрать захотелось все остановились собака судила сделала этот человек там это как же девушки там как правило молодые это самые собаководы эти кулечек достала говно собрал раз это самое все положила в портфель пошли дальше вот и я чё думаю учитывая что собака чувствует агрессию на чувствует адреналин то есть 20 раз сильнее чем человек и когда она чувствует она бросается то есть люди которые у них что-то не обязательно собаку испугалась у него что-то какой-то на взводе какой-то испуганный не спугами даже а какой-то такой это самый напряженный такой вот чего-то опасается ну вот я так понимаю что во многих российских городах где-то люди ходят и немножко так опасается друг друга да и соответственно собаки улавливают улавливает вот эти запахи от и от хозяина своего и от других людей которые ходят у всех адреналин присутствует немножко более чем должно быть да и соответственно собака становится вот такой это агрессивный да что на нее адреналин действует и носк она как животное как хищник она действует не убегать скорее всего он скорее нападать и поэтому многие собаки это особенно большие крупные сильные собаки которые хорошо себя чувствует запах адреналина вызывает у них агрессию вот а в швеции люди расслаблены спокойные вот тут то гуляет и я так гуляем и совершенно не ни о чем это самое голова не болит такие знаете суммы на расслабоне расслабоне конкретно вот мы соответственно собака идет она чувствует вот у хозяина и на расслабоне я иду навстречу на расслабоне хотят больших собак хозяйств эти стараются это сам одеться это самое ремешок да на всякий случай афиг узнает я сам знаю собака непредсказуемое животное а вдруг я испугаюсь потому что вот но но есть люди но боятся собак реально да вот ну такая психология и это не боялся никогда и поэтому меня никогда собаки хоть какие-то проходят рядом даже меня понюхает я и наоборот даже поглаживать собаку никогда не испугаюсь вот и собаки от понимает поэтому спич мой в том что вот многие задаются вопросом почему во многих запад и страны собаки вроде вроде как спокойнее чем вот в той же россии допустим а вот и на поэтому что это зависит от самого конкретного окружения этой собаки человек от хозяина до чем на спокойнее расслабли люди вокруг собаки темы спар спокойнее расслабли собака никогда она не бросится на человека вот мы спич в том что не бойтесь собак будьте максимально расслаблены доброжелательные и никогда никакая собака вас не тоже не укусит даже не будет вас облаивать вот так вот